Сотрудники Люберецкой теплосети на минувшей неделе сдали кровь нуждающимся больным. По плану врачи должны были охватить около 30 человек, однако желающих стать донором оказалось гораздо меньше. Все подробности в материале Юлии Шпиль. Вторая группа крови самая распространенная, и как правило, ее-то чаще всего и не хватает медикам в экстренных случаях. Специалистам станции переливания крови приходится изыскивать всевозможные способы привлечения доноров. Самый испытанный заключение договоров с предприятиями. Согласуем с администрацией, заранее договариваемся, помогают нам профсоюзные деятели или отдел кадров. Но, вот видите, сегодня народу мало, потому что я сейчас ходила к профсоюзному организатору, она сказала, что администрация с трудом дает отгулы после кроводачи, положено два дня. С миру по нитке эта поговорка вполне применима к деятельности данного медицинского учреждения. Выездная станция переливания крови разделена на несколько пунктов. Потенциальный донор должен пройти регистрацию, заполнить анкету, ответить на вопросы врача. Мы спрашиваем, чем он болел, нет ли хронической инфекции, гепатита, сифилиса, ну и спида, конечно. Какие у него есть хронические заболевания, сердце может быть, может быть он оперирован. Зрение какое, если большая близорукость, например, минус 5, минус 6, мы тоже не берем. Доноры измеряют давление, пульс прослушивают сердце. Затем обязательный экспресс-анализ на гемоглобин. Норма у женщин – 120, у мужчин – 130 единиц. С низкими показателями к сдаче крови не допускают. А тем, кто прошел тест, дают подробные советы по диете после кроводачи. Мясное мы советуем, витамины, соки. Такие у нас есть гречка, печенка. Так рекомендуем всегда. После необходимых анализов обязательно стакан теплого чая для улучшения кровообращения. И последний пункт – непосредственно забор крови. С каждого донора 470 мл. Затем два дня отгулы и соблюдение необходимых мер предосторожности. После забора крови донор не должен курить 2 часа, не выпивать ни пива, ни водку, тяжелый не поднимать, самое главное, в течение дня. Спортом не заниматься и не мыться в течение суток. Запрет на водные процедуры связан с тем, что область локтевого сустава обрабатывается специальным антибактериальным раствором – хлоргексидином. 5-10 минут и процедура закончена. Состоявшийся донор получает шоколад и 550 рублей. Но людям важны другие результаты. Я знаю, что у нас в Люберевском районе действует донорское крови. Но что меня сподвигло к этому – это, во-первых, помощь нуждающимся людям, которые нуждаются в донорской крови. Я когда-то сама была в этой ситуации. И мне сотрудники нашего предприятия очень хорошо помогли в этом. Может, благодаря им я сейчас работаю. И я, во-первых, призываю всех, кто может сдать кровь, сдавайте кровь и делайте благое дело людям. Всего 11 человек из запланированных 30 сдали кровь. Но и это хороший результат. Всех желающих стать донором ждут на Люберевской станции переливания крови по адресу Октябрьский проспект, дом 64. Юлия Шпиль, Дмитрий Циркунов, Люберецкое районное телевидение.